Добрый вечер! С вами пятый юбилейный выпуск рубрики «Мечтать не вредно» и я, главный регистратор народных идей, Олег Лихачёв. Любви все возрасты покорны! Асидора Дункан-Сергей Есенин, Алла Баянова-Юлиан, Филипп Киркоров-Алла Пугачёва. Кто же следующий? Татьяна Яковлевна. Хронический оптимист. В молодости работала врачом-терапевтом, а на пенсии заведовала магазином проката. Увлекается шахматами, кулинарией, пенсионерами и не только. Эх, я мечтаю выйти замуж и за принца. Татьяна Яковлевна, может быть, всё-таки за короля? Нет, король бы. Вот старый ревновать будет, храпеть будет, не хочу. Хочу за принца хоть приличная добавка пенсии, может быть. Ну, пусть приходят, сватятся. Я не буду прятаться. Я невеста неплохая, убираю жениха. А дальше нельзя. Ну, зазнаюсь. Мы решили помочь Татьяне Яковлевне и дали объявление в газету. Принцы не заставили себя долго ждать. Были и такие. Но такой футбол Татьяне Яковлевне не нужен. Претенденты, дабы понравиться невесте, выкладывались, что есть силы. Не обошлось и без рыцарских поединков. Основательно прощупав всех кандидатов, Татьяна Яковлевна выбрала единственного и неповторимого. Кого именно, вы скоро узнаете. Ну, а пока домашнее задание. Реклама СТС. Про СТС это очень хороший канал. Мне нравится. И уристические вещи показывает. Так что вот, дай ребятам Бог здоровья этого канала. Работают хорошо. Итак, продолжим. Счастливый принц сделал официальное предложение. Татьяна Яковлевна одобрила его, освободив себя тем самым от нищеты и одиночества. Тут и свадебку сыграли. Что ж, как говорится, любовь им, да побольше монет. Горько. Вот такие дела. Встретимся в следующую среду. Редактор субтитров А.Семкин